коллеги рад вас приветствовать ставьте пожалуйста плюсы видно ли меня и слышно ли меня супер 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 так ну здесь все с кем мы виделись слышались уже это не так не привычно вроде пружпи ради день открытых дверей а ну как бы не незнакомая аудитория хорошо всем привет мы мы сегодня будем говорить про я комьюнити мы вообще его только открываем поэтому сегодня будет такая презентажка короткая прям я что-то уже рассказывал минут 20-30 может чуть больше но то есть это небольшое что-то не на два часа быстренько сейчас я вам все расскажу но вы поймете насколько вам это интересно и и пойдем дальше работать собственно я комьюнити да и будут вопросы задавайте я прям буду очень рад вопросам и очень буду рад предложением вашим то есть услышать может быть чтобы вы еще хотели бы видеть то что мы что-то ну из своего видения сделали ну сейчас запланировали вполне возможно вы скажете что вы хотите еще видите мы это точно учтем в общем что такое но это и комьюнити это предложение обучения нас сейчас тут февральский поток выпустился скоро уже майский в принципе на подходе но в июльском уже сильные участники ну и кто-то там вот октябрьский выпуск и многие говорят что хотят как-либо продолжить и участвует дальше собственно комьюнити будет углубленное обучение с оплаты по месяцам причем супер такой адекватный оплатой ну прям в общем просто как продолжать учиться после курса или более глубоко обучаться во время курса если у вас есть ресурсы времени на это собственно мы берем сюда звук сейчас есть должен быть мы берем в комьюнити только выпускников и участников курсов но собственно про потоки мы сейчас берем после двух трех месяцев приглашаем light потоки после 4 6 месяцев приглашаем то есть здесь будут только те кто у нас обучался кто уже в теме нейронок и так далее попробуйте то есть это такой клуб мы сначала звали это клуб но мне так не нравится слово клуб так хочется быть сельский клуб и я и разработчиков поэтому решили назвать все таки комьюнити собственно почему решили это делать первую причину мы просто прямо спрашивали то есть у меня несколько человек уже точно вживую спросила типа мы хотим продолжить как-то рядом с вами быть как то учиться и так далее как что нам сделать для этого или какой форме можно то есть напрямую спрашивают первое второе у меня куча просто тем которые меня не влезают в курс и вы называли кучу тем за курс и наверняка каждый из вас ходу сможет назвать несколько тем которые хотел бы изучить ну и просто нас 26 занятий это никак не помещается поэтому у нас есть миллион тем вот мы этот миллион тем теперь в клуб то есть я когда решил что мы его делаем но я кайфанул потому что у меня теперь стало раньше было так появляется темы это были ну когда-нибудь как-нибудь виде отдельные видюшки может выпущу на вкус это не влезет точно сейчас когда появляется и сразу такое то пойдет комьюнити это пойдет комьюнити это пойдет там у нас сейчас уже несколько готовых тем по гензиму полематизации вот такие темы всякие интересные ну и у меня там записано штук 30 тем которые сейчас вот уже потенциально падут комьюнити то есть первая причина почему решили это все вообще делать прямые запросы второе куча тем которые не влезают в курс и третье есть потребность в заказах то есть к нам периодически сейчас приходят заказы и нужны разработчики хочется передавать какому-то закрытому комьюнити в первую очередь которая вот рядом с нами где мы там многих уже знаем не один месяц и так далее ну как бы кто проверенный кто у нас продолжает постоянно обучаться и так далее поэтому здесь комьюнити мы будем кидать мне будет понятно кому напрямую кидать заказы которые к нам приходят который сейчас постепенно становится больше я где-то в обозримом будущем задумываюсь вообще просто прямой трафик дать на заказы и притаскивать их дальше собственно как как всегда заказы платные заказы платные да конечно но смысле есть компания которую нужно что-то разработать она говорит пишет нам а у вас есть разработчики мы говорим да это вы можете отправить наш заказ по базе и дать нам контакты кто откликнулся мы говорим да вы откликаетесь мы к вас контактируем и дальше они там заказывают у вас разработку по деньгам вы уже договариваетесь с ними но там как бы платные нормальные заказы за какие-то адекватные деньги да я буду чем вообще планирую телеграм-боты сделать или что-то такое ну куда прям кидать заказы то есть я просто что я вижу сейчас есть огромная проблема всего рынка я и разработки реально огромные проблемы я сейчас приобщался с кучей компаний вот есть компания не очень крупные или даже там ну средний бизнес у них есть заказ ну то есть не там не сбербанк не газпром а вот кто-то такой попроще у них есть заказ на я и разработку они обращаются к аудсорсной компании аудсорсной компании выкатывает им там два-три миллиона для них это много они думают возьмем-ка нейронщиков штат и понимают что это там ну 200 тысяч в месяц плюс налоги но это даже не самая основная проблема самая основная проблема в том что у них проект на три месяца суммарно с интервью вместе с интеграцией в продакшн ну то есть не огромный и как ему взять разраба то есть сказать не сказать ему что мы у тебя на три месяца но это некрасиво и может чревато быть проблемами говорит прямо что у нас работа на три месяца и потом мы с вами прощаемся так никто не пойдет зачем человеку ходить своей работы чтобы так делать и как бы все в это упирается и это стопорит полностью мелкие проекты а вот такая платформа позволит куче компании реализовывать мелкие проекты куча разработчиков либо брать работу дополнительную к своей либо вообще сидеть на этих заказах но когда их будет реально поток там большой не работать над ним проектом работать проект на над кучей таких заказов ну короче это и ай фриланс но только не мелкий а там такой ну побольше вкратце сначала блин боюсь нет всех очень отвлечет ну вкратце так делаем я комьюнити это возможность продолжать обучаться и там будет куча крутых вещей и обучение и сейчас мы обсуждаем заказы в общем мы будем скидывать такие заказы и я вижу что за этим вообще будущее ну такой огромный пласт и разработки которые сейчас вообще не покрыт просто вообще ну и запись будет какие темы сколько стоят это впереди еще это еще впереди короче вот в эту сторону будем копать какие цели можно реализовать на ну в комьюнити первое продолжить обучение осваивать новые темы то есть у вас будет доступ к куче наших новых курсов которые выходят ну и к текущим всем у вас мы будем вам кидать новые интересные темы то есть вы сможете продолжать обучаться постоянно второе куратор многие спрашивали а можно ли продолжить с возможностью там консультироваться с куратором вот здесь будет возможность консультироваться с куратором дальше можно будет ускорить упростить реализацию своего проекта то есть будет возможность консультироваться там с кураторами со мной по своему проекту если вы хотите его допиливать и вам по проекту что нужна либо вообще консультация, либо суперглубокое погружение в проект. Дальше будет просто общение, то есть будет чатик, посмотрим ватсап или телеграм, но будет чатик всего комьюнити, и мы там будем постоянно, ну, общение за жизнь, за нейронки, меряться количеством памяти по видюшке. Короче, телеграм удобнее. Ну да, телеграм. Хорошо. Ну, значит, телеграм. И, собственно, последняя цель – это поиск проектных заказов. Ну, точнее, короче, мы вам будем тут и скидывать проектные заказы. Вот, возможно, еще туда войдут потом типа мини-конференции для своих, живые встречи, что-то такое. Next. Смотрите, что в формат входит. То есть, какие будут форматы. Первое. Мы вам будем готовить дополнительные занятия. То есть, мы будем готовить занятия примерно час-полтора. Ну, это вот как у нас были вебинары, вот в том же объеме. Час-полтора занятия. Ну, потому что если вычесть вопросы, то так час-полтора и остается. То есть, мы берем какую-нибудь тему типа лимитизация, там, гензим. Вот недавно спрашивали, а как интегрировать там нейронки с Unity или обзор кучи оптимайзеров или еще что-нибудь. Какая-нибудь новая архитектурка, которую мы не проходили и новая задача. Там, сети с вниманием или еще чего-нибудь. У меня таких тем в миллион записано. То есть, мы каждую неделю, каждую неделю вам, ну, скорее всего, это будет, например, по пятницам. То есть, выберем день недели. И мы раз в неделю вам скидываем прям видюшку с разбором новой темы. Естественно, мы будем какие-то опросы проводить по темам, что интереснее из того, что мы планируем готовить, чтобы очередность выбрать. Мы вам скидываем ноутбук, готовый с кодом. То есть, это будет не просто видюшка, естественно, это будет, как всегда, ноут с кодом, покрытые комментами, презентация, видюшка. Где-то в обозримом будущем это будут еще и текстовые PDF-ки. Но это вот прям через несколько месяцев, скорее всего. Дальше будет доступ к занятиям наших курсов по запросу. Там в зависимости от тарифа, от 4 до 8, вы можете занятий в месяц запрашивать. То есть, вы смотрите какой-нибудь наш курс, например, питон-разработчик, который вам там интересный пару вебинаров оттуда, как на флеске и джанке работать. Вы говорите, Саша, Саша, а можно мне открыть вот этот вебинар, этот, этот и еще вот этот? И мы вам присылаем эти вебинары. Снова, если они идут живую, то вы можете на них прям в живую присоединяться. У вас будет все расписание всех, каких курсов у нас идут сейчас. Снова, новые потоки по нейронкам, у них появляются новые темы, как ни крути. И мы более крутые новые базы прокапываем там. Вы можете к ним присоединяться или брать записи. Короче, все, что у нас будет из курсов, вы сможете выборочно себе брать. Ну, скорее всего, для вас самыми интересными будут эти питон-разработчик и некоторые новые темы нейронок. Но у нас сейчас еще в плане новые курсы. Ну, то есть мы сейчас в плане запускаем, мы питон для анализа данных сейчас перерабатываем в мини-видюшки. Мы сейчас скоро запускаем курс по трудоустройству. Крутой очень, как айтишникам, ну и в частности, AI, дата-сайентистам, трудоустраиваться. Там прям 10 занятий с очень крутым владельцем HR-агентства айтишного. Будет большой такой курс. Оттуда можно будет тянуть темы. Мы пока обсуждаем с Герардом курс по поводу интеграции в продакшн, более глубокий. Мы, скорее всего, будем запускать в обозримом будущем глубокую математику. Да. Собственно, то есть у вас будет доступ к курсу. Давайте я скажу. Вопросы посмотрю. Реальные встречи тоже будут. Тут я думаю, вообще было бы прикольно. Ну просто, просто у нас в прошлой реальной встрече мы такие. Давайте просто встретимся, давайте посидим где-нибудь в ресторане, пообщаемся, давайте. А что бы вы хотели? А вы хотели бы темы какие-нибудь? Да, давайте. А потом пам-пам-пам, это переросло в конференции здоровенные. Где там зал, еда, спикеры. Короче. Вообще живые встречи было бы прикольно в Москве. То есть планируется не вебинар реального времени, а записанное видео. Да, записанное видюшка плюс куратор, ну видюшка там с разбором, со всем таким. То есть довольно подробное и понятное. Очень интересует консалтинг по своему проекту. Только больше 12 копеек, крайне малая цена. Там мы добавили еще один тариф на консалтинг, прям, я про него расскажу. Который прям с погружением, погружением. Дальше что будет в формате? Чат с куратором. То есть первое это готовые видюшки, доступ ко всем курсам. Чат с куратором. Ну там разные тарифы будут, но вот с тех тарифов, где куратор, там переписывайте с куратором, задайте вопросы. Дальше консультации со мной по проекту. Есть один вариант, это вообще консалтинг, супер погружением в ваш проект. Ну и общий чат группы. То есть как мы уже определились, ватсап по желаниям трудящихся. Не, одноклассники. Чат в одноклассниках. Короче, телеграм чат общей группы. Такое просто живая общалка, делиться опытом и так далее. Да, ну и чатик, конечно, будет с проектами. Ну то есть мы будем вам высылать проекты, решим по имейлу или в этот чат. Можно переходить с тарифом на тариф, как с повышением, так и с понижением. Да, без проблем. То есть вы можете месяц взять один тариф, месяц другой, месяц пропустить, потом еще. Ну то есть, короче, как тренажерка. Вот прям то же самое. А нет, тренажерка хнага, дабы не менты, да? Но мы пока так не будем делать. Собственно, тарифы, как я и обещал, за 20 минут я все расскажу. Четыре тарифа будет. Самый простой, базовый, это 4 900 в месяц, это 4 новые темы, 4 любых занятия с наших курсов. Вы запрашиваете. То есть у вас будет все расписание, которое вживую идут, все список записей, ну и с описанием. Вы можете запросить, типа, а какой мне под мою тему лучше подойдет, мы вам точно подберем. Или подробнее можно, что вот там-то, там-то. Ну можете даже мне прям в личку писать, я вам подберу тему, если нужно. То есть 4 любые темы вы запрашиваете. Хотите с питон-разработчика, например, там, не знаю, как классы писать, как парсеры писать, флэк джанга и так далее. Ну правда, до них еще идет. То есть там питон-разработчик только начался. Ну, базу питон-разработчика, первые можете брать там темы. Плюс у нас в нейронках, как бы тоже неплохо мы сейчас, ну мы кучу новых нейронок пишем. Дальше чатик общения и отправка приоритетных проектов. Но вот это такой самый-самый лайтовый тариф. То есть здесь самым ценным скорее, я бы сказал, проекты плюс 4 новые темы. Потому что 4 новые темы будут прям, ну вот новые-новые, которые у нас не было. Последний комментарий согласен. Там, судя по оперсанту, знак вопроса в конце. Поэтому. Дальше основной тариф. Это прям самый такой основной. 7900 в месяц. Это 6 любых занятий из наших курсов в месяц. Ну то есть на месяц вы можете 6 открыть. В следующем месяце еще 6 открыть. Мы будем сейчас запускать по одному новому курсу в месяц. Поэтому мы в любом случае будем запускать быстрее, чем вы будете их себе открывать. То есть где-то по 10 занятий будет прибывать. Дальше 4 также видеозанятий. И вот здесь в этом тарифе основной это месяц работы с куратором. То есть кураторы наши. Ну мы с ними будем договариваться, кто будет вести. Не факт, что прям все будут вести. Но кто-то из них будет у нас в списке. То есть кураторы, все как было на курсе. Ну именно переписка, вопросы и так далее. Дальше. Ну тоже чат для общения и приоритетная отправка проектов. Так, занятия курсов накопительные. То есть если в этом месяце не взял 4, то могу в следующем 8 взять. Да, 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 да. Они будут накопительные. Ну мы долго открывали вам, ну долго думали вам открывать и закрывать. Ну наверное нет, мы не будем закрывать. То есть вы в один месяц берете 4, и они вам теперь все время открыты. В следующем месяце берете еще 4. Или в этот взяли 2, в следующем 6. Без проблем. То есть в принципе вы можете, если вы планируете там на 3 месяца вперед, то вы можете поднакопить. Потом сейчас питон-разработчик подойдет, у нас новые курсы запустятся, и потом взять побольше. Темы уже определены или по какому принципу формируются. Темы новых видюшек. У нас, у меня есть пул, пока у нас есть несколько тем уже достаточно прокопанных, но в частности в текстах хорошо прокопанные темы. Дальше я буду кидать пул, и мы будем голосованием определять, какие, ну какие брать. RL. А что такое RL? Обратный шаг обучения. Reinforcement? Real life. Reinforcement? Будет. Reinforcement будет. Ну мы по реинформенту, смотрите, я думаю. У нас просто есть вот один из наших выпускников, круто прокопал реинформент, и я очень хочу с ним собрать занятие. Я планировал уже собирать его для июльского курса, то есть все-таки через какое-то время. Но в принципе, если будет куча голосов за реинформент, то мы его раньше пустим. Ну просто на какой-нибудь такой базовой базе, а потом в расширенной докинем вам. Ну вообще принцип будет такой. Мы будем собирать те темы, которые прикольные, мы видим интересные, устраивать голосовалку, и что выиграло, то и будем ставить. Ну и планировать, скорее всего, на месяц. Дальше есть тариф виповский. Мы оригинальны в названиях тарифов. 11 900 12 в месяц. Ну то есть это примерно по стоимости, вот как курс стоил, если разделить на месяца. Чем здесь отличается? Ну 8 любых тем можно брать. И здесь можно консультироваться активно со мной по проекту. И плюс, что мне кажется самым прикольным, это одна тема в месяц на заказ. То есть вы нам пишете прям, а можно мне проработать вот эту тему? И говорите. Я просто увидел, что некоторые люди прям так прицельно хотят тему. Ну в частности, я спрашиваю, а как с Unity соединить? А как то-то делать? Как это делать? То есть вы говорите, а я бы хотел вот эту тему. Как нейронку применить туда-то, туда-то? Или как нейронки интегрировать, например, с игрушками, еще с чем-то? И мы вам прицельно эту тему прокапываем и выкладываем. Скорее всего, мы тему будем выкладывать в эти 4, которые идут в месяц. Если только она не будет суперспецифической, которая никому не будет интересна, тогда мы 4 будем делать стандартные, а вам отдельно делаем эту тему. Короче, вот здесь вот больше просто тем, консультации и одна тема на заказ. У Тарифа Вью подправка проектов приоритетнее, чем остальных? Я думаю, нет пока. Мы будем просто всем выкладывать проекты. Может быть, в будущем, когда у нас просто комьюнити разрастется, и там будет человек уже 500, ну хотя бы там 100, 200. Может быть, мы будем это менять. Но снова, все изменения будут вступать только со следующего месяца, ну а оплата по месяцам. Вот. Мы решили, подумали и поняли, что надо добавлять еще один тариф, как раз консалтинговый. Он дороже. То есть, это там 30 тысяч в месяц, 29 900. Здесь будет Unlim доступ ко всем курсам. То есть, не надо было выбирать, там, если вы месяц на этом тарифе, просто вы все, что хотите, ну, можете смотреть спокойно. То есть, мы вам будем подбирать, скорее даже прицельно, ну, типа, вам надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и накидали все эти темы, открыли доступ к нему. И здесь я буду прям погружаться в ваш проект. То есть, мы с вами здесь совместно работаем над вашим проектом. В смысле, прям сидим в коде, кодим совместно, созвон из демонстрации экрана, копаем базу. Я обожаю такие проекты. У меня было пару человек в консалтинге. Как раз. Это вообще самое интересное. Ну, короче, здесь мы прям вот в ваш проект погружаемся. Я и плюс у меня сейчас уже команда трое, сейчас, скорее всего, будет четвертый нейронщик. Кто прям вот у нас в штате. То есть, у меня сейчас появляется... Почему мы отчасти вот этот AI, ну, комьюнити решили делать? Потому что у меня появились сейчас в штате нейронщики. Мы с ними выстраиваем работу сейчас. Ну, потому что я уже просто стал зашиваться дичайше. И, ну, у нас появились производственные мощности. Поэтому мы теперь можем такое делать. И новые темы, и так далее. Я вообще в целом мечтаю добить штат, там, где-то 10 нейронщиков. Так, чтобы мы просто огромнейшую базу, ну, набрали контента, могли консультировать вас по куче проектам, там, парсить базу и так далее. О, кстати, еще не рассказывал. Сегодня только новость появилась. Мы сейчас запартнерились с компанией крутой, которая для нейронок, ну, и для AI занимается разметкой данных. Платно, разметкой всяких, там, изображений для сегментации, разметкой, там, ну, кидайте им базу лиц. И они описывают, типа, видно все лицо или нет. В очках, не в очках. Мужчины, женщины и так далее. У них 67 человек сидит. Ну, таких полу в штате. Ну, основная команда человек 30, и еще на подхвате, там, 37. И они, ну, я сегодня с ними пообщался, они вроде за адекватные деньги размечают базы. Поэтому, если кому-то из вас надо, у нас теперь есть такая компания. Вот мы сегодня только с ними созвонились. Я понимаю, что мы, я сам их буду заказывать регулярно, каждый месяц теперь всякие, там, разметки, парсинги, баз. Понятно, что надо укладываться какие-то адекватные деньги, но крутая прям история. Вот, поэтому, если кому-то надо будет, пишите мне на ВК, я вас сразу сконтактирую с этими ребятами. Ну, и вы с ними сможете пообщаться, там, свои задачи по прайсам и так далее. Они даже собирать умеют базы. То есть, они, там, для одной компании собрали 150 тысяч фоток из магазинов, выкладки товаров на полках. Там надо было днееронку сделать, которая сегментирует товары. Ну, есть ли между ними зазоры или нет, и так далее. Ценники обнаруживают, всякое такое. И они 150 тысяч фоток сделали своей командой фрилансеров, разметили все. То есть, они могут, ну, крутые вещи собирать. Они не могут парсить автоматом-питоном, то есть, не парсят фуками. Ну, короче, арабская сила. Как в той истории про одну нейронку. Вы слышали, что был какой-то крупный проект, там, считалось, там, крутая нейронка работает и так далее. А потом вскрылось, что нейронку заменяли 3000 индусов. Реально. То есть, компания говорила, что у них нейронная сеть работает, там, сегментирует, классифицирует, что-то такое. На самом деле, там огромный офис в Индии был, 3000 человек сидело индусов и классифицировало. Это обратное направление. Так, я дополю, перечень новых занятий будет доступен в открытом доступе с небольшим описанием структуры занятия. Да, 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 да. Перечень новых тем мы будем открывать. Наверное, мы будем планировать на месяц. Но мы кинем голосовалку. Ну, собственно, по тем, кто присоединится, мы кинем голосовалку. Мы стартуем 1 ноября. То есть, 1 ноября мы прям стартанем. Ну, собственно, это пятница, по-моему, как раз будет. Первое видюшку выкладываем. И до 1 ноября тем, кто оплатит присоединиться, мы кинем голосовалку. Ну, за несколько дней, наверное. И проголосуем за кучу тем. Подскажите, пожалуйста, в GetCourse останется доступ после обучения? Да, конечно. К тому, что у вас было на курсе, все останется доступ. Хорошо, в общем, это консалтинговый тариф. Я не знаю, будет его кто-то брать или нет. Но если будет, то это будет круто, потому что мне интересно в реальные нейронки погружаться. Собственно, да, ну, да, консалтинг, короче, это для компаний. Потому что для компании 30 тысяч в месяц за реализацию проекта, при том, что чеки на AI-проект реально 2-3 миллиона, это, блин, ну, вообще не деньги. А я к вам попогружаюсь, просто потому что мне это безумно интересно. Да, и снова я пишу от 4 встреч, как бы не до, от. Ну, то есть минимум 4, а если надо, то больше. То есть сколько нам потребуется. Вот, бонусы. Смотрите, те, кто присоединяются сейчас, это в месяц. Да, это в месяц. То есть 29 900 в месяц. Те, кто присоединяются сейчас, мы уже сейчас вам в октябре откроем доступы, дадим кураторов, будем отправлять проекты 30 тысяч в месяц. Вот это я уже лопну. Короче, если вы присоединяйтесь сейчас, ну, грубо говоря, вот мы стартуем реально 1 ноября, но если вы оплачиваете раньше, то есть можно оплатить прям, ну, 1 ноября и присоединиться. Если оплачиваете раньше, мы вам сразу открываем этот доступ к 4 занятиям новым и куратора даем, и, ну, кто какой тариф возьмет, то есть кто возьмет консалтинг, мы сразу начнем работать над проектом. Кто возьмет, ну, просто там, за 12, грубо говоря, то можете уже заказывать тему, можем консультироваться по вашему проекту и так далее. Так. Вы не сказали, при переходе с тарифа на тариф это возможно? Да, без проблем. С тариф на тариф можно переходить и в течение месяца, и между месяцами. Ну, то есть, самое простое, между месяцами. Ну, например, вы посидели на тарифе за 7 900, а потом на какой-то месяц захотели консалтинг на 29 900. Просто с следующего месяца, например, с января перешли на него. Ну, или как-то по-другому. Сидели там на 11 900, перешли на 4 900 в какой-то момент. В течение месяца тоже можно, но надо, ну, просто пишите, и мы организуем. Снова. Это новый для нас формат, поэтому мы здесь будем супергибкие, лояльные и подстраиваться под то, что вы хотите. Консалтинг. Можно будет объединять с машинным обучением в рамках проекта? В смысле, можно ли будет алгоритмы не только нейронки, но и машинное обучение применять у вас в проекте? Да, без проблем, конечно. То есть мы можем копать все. Завтра готов оплатить консалтинг. Супер. Куда оплатить ИТП? Вот страничка Community. Там внизу есть все формы оплаты и контакты Артема. Ну, или можно прямо на сайте писать Артему. Или в WhatsApp. Или, ну, тоже вариант мне на ВК. Ну, я думаю, вы все почти мой ВК уже знаете. Ну, давайте я... В принципе, кто хочет на консалтинг, может быть, пишите мне сразу. Ну, потому что мы сразу с вами проект начнем обсуждать. Ну, и я передам в отдел продаж. Андрей Рудницкий будет среди кураторов? Пока не знаю. Мы сейчас их будем спрашивать всех, кто хочет. Вы скажите, вы его хотите или наоборот? То есть мы можем прицельно попросить их побыть куратором для вас. Или, ну, присоединиться вообще к куратором. Можно на вопрос ответить? Я, возможно, пропустил вопрос. Нет. Не знаю. Вроде на все ответил. А можно, например... Сейчас. Александр, скажите, какой вопрос? Я что-то пропустил или... Хотим. Ну, хорошо. Мы Андрея обязательно пригласим. То есть мы не можем его заставить, к сожалению. Но пригласить мы его точно пригласим тогда. Можно примерно список тем, из чего хоть выбирать будем. Сейчас, одну секунду. Давайте я открою прям файли, где у меня все записано. И вам перечислю просто вот, что у меня есть в пуле тем, которые интересны. У нас точно есть сейчас гензим и лимитизация. Это очень прикольные темы для работы с текстом. Точно, ну, вот, обучение с подкреплением реинфорсмент есть. Сейчас, секунду, у меня Google догрузится. Но точно есть NLTK тоже по текстам. Ну, и этот TD, кое-как его. Ну, короче, как пробить разовать тексты, как выбирать у текстов, там, какой, какой вес, какому слову придавать. Дальше есть всякие, ну, вот, есть интересная тема, подкинули интеграция с Unity, нейронок. То есть, как пример, как в игрушках применять. Дальше всякие мелкие библиотеки для аугментации есть интересная. Им, AUG. Потом по аугментации исследования закинуть. Потом темы на обзор, куча всяких лоссов, слоев, оптимайзеров, как они устроены. Всякие Conv2D LSTM слои, как работают примеры на видюшках. Потом Time Disturbed слои, Locally Connected слои и так далее. Потом про чат-ботов я точно взял бы тему. Потом вот TF-IDF этот, сейчас забываю, как оно называется. Grid Search, Random Search вот эти темы закинуть. Потом предобученные сетки, особенно мобильные интересные. То есть, как закинуть предобученную сетку в мобильник. Ну, вот MobileNet V2, вот эти вот. Пам-пам-пам. У нас, не помню, была ли, ну, у февральских была регуляризация. Короче, будут такие темы. Да, TF-IDF. Все темы с детализацией. Да, все темы, представьте, на час-полтора, то есть, полный вебинар. То есть, часть темы, это такие, ну, типа, глобальные темы, там, вот типа, лимитизация в текстах, или аугментация в картинках более подробная, или какие-то прям вообще новые задачи, там, новые интересные более Object Detection, какие-нибудь архитектуры, ну, там, Йола разобрать подробно архитектуру, и так далее. Часть темы будут такие внутренние, ну, типа, обзор кучи лоссов, кучи коллбеков. Да, кстати, туда же пойдут обзоры всякие, например, обзор кафе, ну, то есть, других библиотек. Может быть, кто-то из вас захочет там, типа, как на C Sharp писать, а часть будут такие интеграции, ну, то есть, например, как вот там с игрушками интегрировать, как генерировать уровни игрушек, какие-то будут алгоритмы, более крутые сегментации. Ну, короче, нагенерить идей, чего делать? Можно миллион. Там, генеративки показать, например, не рукописных цифр, а на каком-то более прикольном. Если у кого-то месяц не платил, то темы этого месяца потеряны. Вы их сможете открыть в следующий месяц, ну, вот, когда у вас будет 4 на открывашку, ну, или там 6 на открывашку, вы можете открыть там 3 из них, из пропущенных, а 3 потратить на занятия. То есть, они будут, грубо говоря, ну, войдут в пул тем, которые можно пооткрывать открывашками. Вот, снова же, если у вас есть предложения по темам, которые вам интересны, кидайте, это будет супер, мы возьмем их на прокопку. Ну, то есть, мы их добавим в пул и закинем голосовалкой. Снова, выбирать темы будем именно голосованием вашим, кто, ну, за какие темы больше проголосует. Ну, или кто-то, если берет тему на индивидуальную прокопку, его мы индивидуально прокопаем. Как будет определяться доступ? Технически пока решаем. Либо это будет в геткурсе, в геткурсе, либо мы будем просто высылать, ну, как-то упакованно, удобно, ссылку, вот занятие, вы запрашиваете у Саши, она вам присылает ссылку на вебинар, ноутбук, презентацию, там, домашку, ну, короче, все материалы, ну, тоже в удобном формате каком-то. Либо мы сейчас смотрим, насколько геткурс это потянет, но вроде пока это сможет геткурс потянуть. Так, вопрос о вопросах. Саша где-то в начале курса говорила, что можно взять только работу с куратором. Наверное, не знаю, вот здесь у меня путаница, ну, оставлять ли отдельно только работу с куратором? Наверное, мы оставим. То есть, то, что мы анонсировали, что можно за 3000 в месяц просто работать с куратором только, наверное, это тоже останется. То есть, можете просто ток куратора брать и продолжить работать с ним и так далее. Кто домашку проверять будет? Также куратор. То есть, куратор проверяет домашки, если вы сдаете домашки по тем темам, которые вы открыли. Ну, в видюшках, я не знаю, будут домашки или нет. Тоже мы, наверное, устроим голосовалку. Хотите вы домашки в этих видюшках? Как бы, если надо, мы сделаем без проблем домашки. Да, вот, насчет дискорд, точно не дискорд. То есть, будет либо геткурс, либо просто высылаем вручную те темы, которые вам актуальны. Ну, то есть, лучше геткурс, мы смотрим, насколько его возможности это могут сделать. Снова, я думаю, через несколько месяцев у нас появится свой движок собственный. Ну, там будет под все. И под обучение, и под комьюнити, вообще под все. Понятно, что там будет все супер кастомизировано, но это через несколько месяцев. То есть, пока это будет либо геткурс, либо обычная отправка. Хорошо, коллеги, есть ли вопросы? А поставьте обратную связь. Ну, как бы, вот, планируете вы плюс-минус, плюс-минус, думаете, не думаете. Мне просто, чтобы примерно представлять интерес. интерес. Супер. На минималках. Окей, окей, окей. Больше плюс, чем минус. Ну, супер, ура. Ну, то есть, главное, это в целом вам интересно. Хорошо. Так, давайте я ссылочку кину, на всякий случай, еще раз. Там внизу есть еще раз все тарифы. Мы пришлем вам запись. Ну, вот это уже сегодняшняя встреча, чтобы была. И внизу есть контакт Артема, можно все писать ему. Ну, или, кстати, мне напрямую, потому что продукт новый. Да, но с другого месяца. Ну, окей, хорошо, оно как бы будет оставаться. с тарифами. Они внизу, вот там на страничке есть, ну, продублированы. На один месяц стоит взять, а дальше посмотрим. Ну, да, 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 можно так. Можно так. Хорошо. Окей. Тогда рад был вас видеть, слышать. Да, окей. Ну, тогда, с кем-то скоро увидимся, ну, с кем-то мы точно скоро увидимся на занятиях в субботу. С кем-то увидимся в комьюнити. Буду вам очень рад. А так, хорошего вечера и до встречи. да, 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 Продолжение следует...